Иголки и нити, пайетки и кристаллы. Эти и многие другие атрибуты представлены на столе у Брестской мастерицы, которая работает в технике ювелирная вышивка. Своё увлечение Мария Панько открыла для себя два года назад, когда и не думала, что когда-нибудь сможет своими руками создавать настоящие шедевры. Сейчас Брестскую мастерицу знают во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, а ведь знакомство с таким непростым рукоделием у Марии Панько произошло совершенно случайно, пока она находилась в декретном отпуске. Старшей дочке был день рождения, мы купили такой набор, продается детский, называется он «Дерево счастья». Там плетут из проволочки, бисера. И мы с ней позанимались, я думаю, так интересно, и как-то мне нравился этот самый процесс. Ну и как бы так и пошло. Я начала плетение ювелирной проволоки, такие украшения для волос, прическу, они такие всякие красивые для невест, такие вот ленточки. Вот я начала с них. А потом как-то дальше смотрела-смотрела, в кристаллы влюбилась, думаю, у меня такие блестюшек бы побольше. И как-то наткнулась на броши, аккаунты с брошками, и вот думаю, почему бы и нет. Первые броши давно раскупили. Сейчас к Марии Панько выстраивается очередь не на один месяц из любительниц уникальных украшений. Кто-то приобретает для себя, чтобы дополнить или разнообразить свой образ, кто-то для подарка любимому человеку. Причин для покупки масса, как и идеи для создания уникального украшения у Марии. Сомнений в том, что это ее призвание у брестской рукодельницы не возникало ни разу. Она постоянно искала новые техники, расширяла палитру материалов. Основной акцент делала на приобретении и использовании в своих работах кристаллов в Сваровске. Поразительный результат, который она достигла за такое короткое время, Мария объясняет своей неугомонной натурой. Я по жизни такая, я очень быстро всегда набираю обороты, потому что я как-то очень много работаю. Я и ночами, и днями. Я первое время, я не знаю, брошек 20 могла в месяц сделать. Мне надо было руку набивать, я работала, работала, не могу так без дела сидеть. Могу ночами сидеть, вообще могу всю ночь напролет просидеть, увлечься, потом смотрю, уже светло. На создание нового изделия требуется как минимум две недели. Такой срок определяется многими причинами. Подбором материалов, проработкой эскиза, доставкой недостающих элементов и сборкой. Все это требует сил и времени. Несмотря на то, что в создание украшений входят и дорогие кристаллы, цена приемлема. Средняя стоимость броши 60 рублей. Мария устанавливает такие демократичные цены для того, чтобы любая девушка могла позволить себе приобрести украшения с кристаллом Сваровский и почувствовать себя светской дамой. Основная тема брошей – насекомые, всевозможные жуки, стрекозы и бабочки. Я еще как бы в поиске какой-то вот своей уникальной модели, можно сказать так. Поэтому на данный момент я делаю то, что популярно. То есть то, что реально люди заказывают, то, что в основном всем нравится. И как бы насекомыши как раз это то, что… Ну, это не я задала, это задала Dolce & Gabbana, Versace. У них это их принт. То есть они задают, а мы продолжаем. То есть они задают. Вот недавно вышла коллекция, по-моему, да, это была Dolce & Gabbana. У них и Гуччи, мотылек Гуччи. То есть он вот, вот он ушел в брошке. То есть тут уже каждый как его интерпретирует. Но по сути мы отталкиваемся от модных мировых тенденций. И мы уже шлем массы какие-то интерпретации свои со своими добавками. Искренне, с горящими глазами и с каким-то особым чувством Мария Панько рассказывает о своем хобби, переросшем в дело жизни. А еще с улыбкой делится. Ее семья – самые преданные фанаты. Без них она бы не рискнула заниматься таким непростым делом, а мы никогда бы не узнали о таком талантливом мастере ювелирной вышивки. Продолжение следует...